Миссия невыполнима. Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху приехал в Брюссель. Надеется убедить страны Евросоюза признать Иерусалим, столица Израиля, как это сделали недавно США. Что ответили европейцы, зная Татьяна Лагунова. В поисках поддержки впервые за последние 20 лет премьер Израиля с визитом в Брюсселе. Приехал попросить Европейский Союз последовать примеру США и признать Иерусалим, столица Израиля. В Брюсселе у Беньямина Нетаньяху встреча с министрами иностранных дел ЕС. Тема переговоров со всеми одна. Дескать, пора и европейским странам перенести свои посольства из Тель-Авива в Иерусалим. Пора и палестинцам признать еврейское государство и тот факт, что у него есть столица, которая называется Иерусалим. Несмотря на то, что у нас нет единения по этому вопросу, я надеюсь, что оно будет достигнуто в ближайшем будущем. И верю, большинство европейских стран перенесут свои представительства в Иерусалим и признают его столицей. Европа оптимизм политиков, впрочем, не разделяет позицию ЕС от имени всех, выразила шеф европейской дипломатии Федерико Маггерини. Статус Иерусалима может быть определен только на прямых переговорах израильтян и палестинцев. А пока это столица двух государств и точка. Мы намерены и в дальнейшем уважать международный консенсус по Иерусалиму, пока окончательный статус священного города не будет определен путем переговоров двух сторон. Мы надеемся, что стороны смогут провести их конструктивно при поддержке международного сообщества. Кроме главных дипломатов Европы, свою позицию Бениамину Нетаньяху попытались донести и палестинцы, которые живут в Брюсселе. Татьяна Лагунова, Геннадия Никеенко. Подробности Европейское. Бюро телеканала Интер. Свою позицию бельгийские палестинцы выразили громко. На демонстрацию в Брюсселе вышли десятки человек. Они выкрикивали антиизраильские лозунги и призывали Европу быть категоричной. Тем временем на Ближнем Востоке продолжаются столкновения между палестинцами и израильскими силовиками. Неспокойно и на западном берегу, и в секторе газа. Люди жгутшина бросают бутылки с зажигательной смесью и камни. Военные отвечают слезоточивым газом, есть раненые. Акции протеста против признания Иерусалима столицы Израиля прошли и в столице Ливана. Их организовало движение Хизбалам.